МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспользоваться возможно на улучшение жилищных условий, на предоставление образовательных услуг, если дети есть взрослые, также на приобретение технических средств реабилитации, которые не вошли в перечень, который утвержден правительством Российской Федерации, санаторно-курортное лечение детей при условии, если у них есть медицинские показания для санаторно-курортного лечения. Следующий вопрос без подписи. Слышала, что согласно постановлению РЭК, взимание платы за подогрев воды теперь неправомерен. Тем не менее, наша управляющая компания берет с нас деньги за подогрев воды. Хотелось бы получить разъяснение, как должно быть на самом деле. Уважаемый автор вопроса, действительно, региональной энергетической комиссии Пермского края установлены тарифы на горячую воду для всех компаний-поставщиков. Однако, этот тариф может быть применен только в случае, когда горячая вода поставляется централизованно. В Перми есть дома, в которые поставляется только холодная вода, а подогревается она в принадлежащей дому котельной. Именно поэтому, вот в этих случаях и есть исключения. Эти исключения предусмотрены правилами предоставления коммунальных услуг. Там совершенно верно, я так думаю, если это тот случай, то управляющая компания действует правильно в соответствии с формулой, установленной в постановлении 354. То есть, раз подается от поставщика только холодная вода, то считается объем холодной воды, ну, объем воды и умножается на тариф холодной воды, то есть, считается холодная вода, и считается подогрев. Сколько стоил подогрев этого объема? Свой вопрос нам может задать каждый. Пишите, звоните. Координаты рубрики. Электронная почта ultrasobakrefei.ru Телефон информационно-справочной службы 263300, абонент УТРА. В вопросе не забывайте подписаться, обязательно указывайте свои координаты. Удачного дня и до новых встреч!